Это прекрасная камера, вот она здесь. Это тот самый экземпляр, который есть физически. Это правда. Кто-то до нас снимал, не смог справиться со светосилой и снимал на 5,6. Потому что ручная фокусировка, да, здесь ручная фокусировка, это дальномерка. Нужно изображение видоискательной совмещать. Это нифига не просто. Мы первые в мире, вы первые клиенты в мире, которые будут видеть эту новую камеру. Визирование не только через видоискатель происходит. Здесь можно это делать и через дисплей. Здесь доступен всем знакомый фокус пикинг. Эта камера, конечно, не для репортажей, не для каких-то там... Ну, не для спортивной съемки точно. Потому что, ну, ручная фокусировка, это сложно. Но когда мы начинаем фокусироваться, изображение происходит увеличение. И к нам в помощь идет фокус пикинг. Это камера для размеренной, даже не работает. Прогуливаться по улице, там, фотографировать людей. Стрит, это великолепная камера для стрита. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Предыдущая камера снимала видео, как ни странно. А здесь нету даже видео. И появился удобный, отдельный... Кстати, кто-то нам поставил 6400. Удобный, отдельный барабанщик, с помощью которого происходит управление ISO чувствительностью. Максимальная чувствительность ISO целых 100 тысяч. В предыдущей версии было всего 25. Сейчас попробуем на 12,5 снять. Субтитры Алексею Дубровскому! То есть мы фокусируемся через видоискатель по центральной точке, а дальше происходит смещение. Сомещаем центральную точку, и потом можем фотоаппарат перевести до нужного кадрирования. Кстати, здесь установлен сейчас объектив 35 мм, но в ассортименте сейчас продается, по-моему, около 30 объективов под эту систему. И, в принципе, сюда можно ставить самые старые объективы, которые были выпущены 50 лет назад, и они будут обеспечивать великолепное качество. Есть определенная особенность, если мы работаем с визированием через видоискатель. То есть сейчас здесь 35 мм. Если мы ставим, допустим, максимальное там есть фокусное, это 135 мм, то через видоискатель это уже будет сделать очень непросто, навестись на резкость. Полностью оптический видоискатель, никакой информации сюда не выводится. Есть немного информации о текущей экспозиции и рамки. Рамки переключаются вот этой штучкой. Есть три вида рамок. Они показывают область изображения для определенного фокусного расстояния. То есть если мы, допустим, ставим 135 мм, мы переключаем рамку, она становится меньше, и тогда мы уже можем понимать, что конкретно попадает в кадр. Вот этот вот болт, ребята, когда мы публиковали слухи об этой камере, в комментариях там народ взмущался, типа, нафига здесь болт впихнула лейка. Вот этот вот самый болтик. Здесь обычно в камерах лейка логотип красненький, а здесь сейчас болт. На самом деле он и там есть. И он здесь не просто так, потому что лейка решила, давайте сюда впихнем болт и сделаем камеру на 100 тысяч дороже. Этот болт предназначен для юстировки дальномера. Все очень просто.